добрый день дорогие друзья мы продолжаем наше изучение торы недельная глава называется вайра всевышний нам пишет что мы видим маше 80 лет агарону 83 года когда предстали не перед фараоном хорошо если маше и агарон приходят фараону фараон им отказывает начинается страдание народа ужесточается ихняя жизнь солому не дают народ обвиняет маше и агарона за то что меч выложили в руки фараона в общем страшное дело потом всевышний говорит теперь ты увидишь что я сделаю фараон ибо силой он вас изгонит из страны своей все обещает всевышний и отправляет маша опять фараону вот они приходят еще раз фараону опять происходят чудеса после этого ничего казалось не удается и начинается казни мы знаем 10 казни все вышли сделал над египтом вот это все время наши мудрецы и говорят что это все происходило год некоторые пишут даже больше пишет мидраж что неделю предупреждали неделю была казнь неделю выход из казни в общем потом берем какой-то неделю в общем месяц хорошо если казни были год то тогда маша когда выходит из египта ему восемьдесят один год все логично но мы знаем что в пустыне мы жили 40 лет маши умирает в конце пустыни на последней стоянке вот там где мы расположились в шутиме хорошо значит получается 120 лет мне сегодня маша говорит вот ему исполнится 20 лет наши мудрецы говорят что это седьмого адара значит седьмого адара 40 лет назад ему было 80 лет а где же делся год казни предупреждение вот этот год где он пропал получается что он пропадает год это удивительно куда он мог деться и наши мудрецы тоже ищет этот ответ и как такового ответа у нас нет но у нас есть такая вещь правильность как зильбер это показывает лавинах он говорит написано что наху было 600 лет когда начался потоп потом написано что жил нах после потопа 350 лет и умер и был вверх на наха 950 лет он умер 950 лет а где же делся год потопа так опять непонятно и правильность как зильбер говорит что был раввин знаменитый прав магелланер он 16 лет сидел в тюрьме и когда ему исполнилось 70 лет он говорит что в этом году он умрет правильность как зильбер говорит не умрешь прошел год ему 71 год он говорит в этом году я умру он говорит не умрешь и на следующий год когда раввин знаменитый правильность как зильбер ему так сказал он говорит ицхак откуда ты это знаешь он говорит из торы в торе написано вот и объясняет ему что вот этот год потерялся у нааха наши мудрецы говорят что наах был словно в тюрьме страдал и в ковчеге ухаживал за животными света не видел да его и то леву давил то есть очень тяжелую жизнь проживала там в ковчеге поэтому всевышний ему добавил этот год добавил этот год так поэтому говорит правильность как зильбер вот эти шестнадцать лет что ты страдал в тюрьме тебе прибавится и действительно равмагилайер умер восемьдесят шесть лет вот так вот то мы смотрим на маши что же это был у него за год он страдал от фараона в любой момент могло случиться что его убьют он все время ходит на грани смерти выходит от фараона тут народ готов его убить потому что люди им недовольны говорит вы меч ложили в наши руки они просто попадают в ловушку какую-то с агроном и так продолжается целый год он все время должен идти во дворец или крики где выходит фараон в любой момент просто подвергает свою жизнь опасности и этот год невероятный естественно он настрадался больше чем можно себе представить и конечно этот год мог таким образом выпасть выпасть из этого счета нашего поэтому впечатление создается что вот этот год всевышний мошенник считал вот так вот но прямого комментария к этому именно к этому месту я не нахожу только вот то что говорит Равицкий Грибер анахию на этом наш сегодняшний урок заканчивается урок был дан за поднятие души Игорь бен Лев Берта Баттесраэль Павел бен Эфим Савил бен Герш в памяти Ури бен Харитон Мендель бен Мендель Яков бен Нахум Владим бен Григорий Здоровья Светлана Баттклара Шимон Бен Цхак Борис Бен Ария Анна Батривка Полина Перв Бат Соня Сура Лена Батклара Жея Бат Ида Анна Бат Елена Иге Ефим Бен Эстер Дворра Бат Мирьям Моисей Бен Ева Ирина Бат Дворра Йосиф Бен Раиса Инесса Бат Маэль Евгений Бен Берта Евгений Бат Ита Фира Бат Анна Геннадий Бен Елена Ольга Бат Светлана Йосиф Дан Бен Цара Таня Бат Фрида Ида Бат Рива Вадим Бен Тадьяна Юлия Бат Белла Яков Йосиф Бен Рохель Шимон Бен Мира Фейга Бат Берта Ася Бат Года Марк Бен Нина Ира Бат Вера Леонберг Лара Рафаэль Бен Клара Хана Цепора Бат Цара Ида Бен Хая Алива Ефим Бен Цоня Майя Бат Фаина Рексей Бен Ольга Мазл Бороса Сгула Ирина Батури Арон Рей Бен Ури За хороший шедух Арон Рей Бен Двой Радиз Бен Ахум Авигаль Бат Цара Хана Бат Абрагам Рафаэль Рилей Бен Лариса Панасай Брют Владимир Бен Рая Марина Бат Рая Борис Бен Марина Всего хорошего Олегу Марченко Всем браха Панасакова Намазл то Что мы это время Не грешили Учили Тору Всем желаю Крепчайшего здоровья И пусть скоро Закончится эта страшная война И до следующих встреч Надеюсь нас встретится Завтра в 15 часов Шалом